Я хочу поздравить всех соседей нашего дома. Мы очень долго шли к этому. И наконец-то этот день свершился врагом. Приморские семьи, участники госпрограммы Жидлёля российской семьи, получили долгожданные ключи от своих квартир в микрорайоне Снеговая Падь. Этого дня они ждали с 2016 года, потому что их дом признали долгостроем, а потенциальные собственники стали обманутыми дольщиками. Это было очень тяжелое решение для нас, но это стало возможным. Это у нас уже четвертый дом в Снегопаде и одиннадцатый дом, который мы сдали фондом поддержки обманутых дольщиков. Программа Жидлёля российской семьи стартовала по всей стране в 2014 году. Приморье не стало исключением. Сотни людей не прошли мимо, так как цена за квадратный метр была озвучена 35 тысяч рублей. Однако у застройщика не хватило средств на выполнение обязательств. Стройку заморозили. Участники госпрограммы начали борьбу за свои права, изготовили баннеры, ходили на митинги почти каждый месяц, выступали на телевидении. Дело сдвинулось с мертвой точки после прямой линии с президентом. Мы все штурмом прорвались на прямую линию, все отправляли эти обращения и нас услышали. То есть мы прорвались и Путин нас услышал и он нам в помощь прислал Олега Николаевича. Он пообещал, что нам поможет достроить наши дома, наш микрорайон. Мы, конечно же, не верили. Мы столько раз встречались. Было недоверие, да, согласна. Потому что у нас в стране такая ситуация, да, мы никто не верим никому, потому что у нас ничего не поклоняется. На этот раз вышло. Дом достроили благодаря государственному финансированию и деятельности Фонда поддержки обманутых дольщиков. Акт ввода в эксплуатацию объекта подписан. Адрес присвоен. Для удобства жильцов созданы подъездные пути к объекту, построена детская площадка. В скором времени более 230 семей начнут ремонт. Те планы, которые брали по этому году, выполним. Еще будет заодно 4 дома, 2 лайфа и новозона Сахалинской в Артеме в ближайшее время. Ну и мы, конечно, завтра, в течение дня приступаем к программе работ по ЖСК Остров. Это новое направление, большое, емкое. Но, тем не менее, там тоже наши люди, жители Приморья, преподаватели ДГУ в основном. С конца 2018 года в своих правах восстановлены более полутора тысяч дольщиков. В целом, проблему с незавершенным долевым строительством в крае планируется решить в течение двух лет. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.